Тип-63 – буксируемая реактивная система залпового огня, разработанная в Китайской Народной Республике в начале 1960-х годов. Является одной из самых распространенных в мире систем реактивной артиллерии. Кроме Китая, находится на вооружении армии более десятка государств, а также различных, в том числе и незаконных, вооруженных формирований. Кроме этого, в ряде стран производится по лицензии. Активно применяется в ряде вооруженных конфликтов в Афганистане, на Ближнем Востоке и в Африке. История создания В 1950-х годах руководством КНР среди прочего вооружения было куплено несколько образцов советской РСЗО БМ-14. По заказу военного руководства Китая на основе советской системы, конструкторы завода номер 847 создали буксируемую РСЗО для сухопутных войск китайской армии. Калибр был уменьшен со 140 до 107 мм, количество направляющих уменьшено с 16 до 12. В результате получилась дешевая, простая в обращении и легкая система – 613 кг против 1560 кг УМ-14, которая на поле боя могла передвигаться силами расчета. Также был разработан облегченный вариант системы для воздушно-десантных и горно-пехотных войск под обозначением ТИП-63-1. Она может разбираться на части для переноски вручную или вьючным способом. В 80-х китайцы стали монтировать систему на шасси грузовика Нейнджин КНДЖ-230 с колесной формулой 4 умножить на 4, увеличенной кабиной для перевозки расчета и очеком для боекомплекта из 12 снарядов для перезарядки, что сделало систему залпового огня, получившей обозначение ТИП-81, самоходной и гораздо более мобильной. Также существует переносная одноствольная установка на треножном станке ТИП-85, предназначенная для спецподразделений, а также для размещения на малых кораблях и лодках. Вес установки 22,5 кг. Описание конструкции. Пусковая установка системы ТИП-63 представляет собой значительно доработанный и облегченный артиллерийский лафет на колесном ходу. Колеса, унифицированные с автомобильной техникой, имеют рессоры, что позволяет буксировать РСЗО с достаточно большими скоростями. К шасси лафета крепится поворотный станок. Он позволяет наводить стволы по горизонтали в пределах сектора шириной 32 градуса и по вертикали от минус 3 градусов до 57 градусов. Несмотря на использование открытых с двух сторон труб, пусковая установка ТИП-63 имела склонность к движению и прыжкам при стрельбе. Для компенсации этого явления в задней части лафета предусмотрели две раздвижные станины, в походном положении применявшиеся для буксировки, а также два упора на шарнирах спереди. При разложенных станинах и упорах установка ТИП-63 стала гораздо более устойчивой и обеспечивала достаточную кучность при стрельбе залпом. Организационно-штатная структура. В армии КНРРСЗО ТИП-63 находилась на вооружении артиллерийских батальонов пехотных полков. В начале 1980-х в каждом полку было по шести пусковых установок, 18 в пехотной дивизии. В настоящий момент некоторое число установок ТИП-63 разных модификаций находится на вооружении воздушно-десантных войск, горно-стрелковых и мобильных соединений армии КНР. Характеристики и свойства боеприпасов Боеприпасы системы ТИП-63 представляют собой турбореактивные снаряды. В корпусе длиной от 760 до 840 мм размещается семь пороховых шашек, электрозапал и боевая часть. Для стабилизации в полете в задней части ракеты располагается сопловой блок с маршевым соплом и шестью наклонными, предназначенными для придания снаряду вращения. В боекомплект входят осколочно-фугасные снаряды, осколочно-фугасные с повышенным осколочным действием, зажигательные на основе белого фосфора и снаряды для постановки радиопомех. В последнем случае подрыв снаряда происходит на определенной высоте, вследствие чего в воздухе оказывается большое количество отражающих элементов. Все снаряды массой около 18,18,8 кг. Вес боевой части 8,33 кг. Заряд ВВ в осколочно-фугасном снаряде 1,26 кг. Подрыв осуществляется контактным взрывателем и дополнительным детонатором. Взрыватель вворачивается в отверстие в носовой части снаряда перед стрельбой. При взрыве боевая часть дает 1214 осколков с радиусом поражения 12 метров. Боевая часть улучшенного снаряда тип 75А снаряжена готовыми поражающими элементами 1600 стальных шариков с радиусом поражения 18 метров. Зажигательный снаряд поджигает круговую область диаметром около 20 метров и горит в течение примерно 40 секунд. При оптимальном угле возвышения снаряды летят примерно на 8,5 километров. Для запуска ракет применяется электрическая система с ручным управлением на выносном пульте, что позволяет расчету на интуитивном уровне регулировать интервал между выстрелами. В то же время, соответствующими документами рекомендовалось отстреливать все 12 снарядов не более чем за 7-9 секунд. Расчеты показали, что в таком случае обеспечивается наибольшая эффективность поражения цели, а пусковая установка не успевает распрыгаться и сбиться с наводки. Прямой наводкой по открытой цели возможно вести стрельбу на дистанцию до 4 километров. Время перезарядки установки 3 минуты. В некоторых случаях нерегулярные вооруженные формирования запускали снаряды, просто уложив их на кучу земли и направив в нужную сторону. Лицензионные версии. РСЗО тип 63 производится в ряде государств с некоторыми доработками или без них, но под собственными названиями. КНДР, тип 75. Иран, ФАДЖЕР-1 от ДИАО с ракетами ХАСИП-1. Египет, РЛ-812, ТЛС от Хилван Мачинирент Экипмент Фактори, Фактори 999. Турция Т-107 от МКИК с ракетами ТР-107, Анадолу, ИТР-Б-107. Азербайджан, Баран, Судан, Така, ЮАР, АРУ-107 от Мечем Дивилопментас. Страны-эксплуатанты. Азербайджан, Албания, снят с вооружения. Афганистан, Вьетнам, Джабути, Зимбабве, Иордания, Ирак. Иран, Камбоджа, Китай, КНДР, Ливия, Мьянма, Никарагуа, Сирия, Судан, Турция, ЮАР. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.